Об устройствах территории возле дома заботились и герои нашего следующего материала. Люди приняли участие в конкурсе «Омские улицы», в котором ежегодно выбирают образцовые дворы со всего города. К новичкам и фаворитам присмотрелся Николай Ивенко. Проехать по местной грунтовой дороге на машине трудно, но неудобства частного сектора компенсируют его виды. Придомовая территория семьи Трушиных только на первый взгляд классический ЖКХ-арт из покрышек. В резиновом зоопарке жители находят свой смысл. Мы живем в частном секторе, у нас вот такие вот, ну почему будет трава перед домом? Можно сделать какие-то фигуры из тех же колес. Кто-то, ну из чего, ну вот мы из колес, у нас просто мышинники бывшие, поэтому у нас может быть кто-то говорит, что это ностальгия по заводу. Поэтому вот мы придумали вот это, шиномонтажка недалеко, приносили колеса из шиномонтажки. Я красила колеса, мама мне немного помогала, и я придумала всякие фигуры. Папа нам там скручивал, соединял колеса. Миньоны из колес, сапоги и велосипед в качестве клумбы. Преобразить улицу решила квартальная Наталья Баженова. С ее подачи жители заменили местную свалку цветами и возвели импровизированную детскую площадку. Здесь детвора играют в так называемые кошки-матери. Труды людей претендовали на звание лучшей улицы Ленинского округа, но заняли второе место. На следующий год у нас будет все засажено цветами, мы обязательно вас пригласим. Ну и будем еще развиваться и развиваться. И я еще хочу нашим примером заражать и остальные улицы своего округа. Ну может быть и наш Ленинский район, весь город посмотрят на частный сектор, что оказывается здесь тоже можно наводить порядок. Укрыться от дождя и грома здесь предлагают вот в таком домике. Местный пейзаж составляют классические для благоустройства колеса, разрисованные тазики и пни. Исключением становится вот эта машина, руль которой нашли на одном из чердаков. Поехали! Жители Дзержинского пока новички. Следующая остановка – лучший двор Кировского округа. Седьмому дому на перелета 10 лет. И только последние два он претендует на титул лучшего городского двора. И дело не в том, что у каждого жильца есть личное парковочное место. Никто никому ничего не должен. Вот если эта установка есть в голове у каждого человека, то тогда все получится. Не должен город ставить вот эти замечательные качели, карусели. Не должен округ. Если жильцы хотят жить в благоустроенном дворе, они сами должны в этом принимать участие. Секрет успеха в продуманном до мелочей бюджета делится старший по многоэтажке Виталий и Доля. Ежегодно каждая квартира сдает специальный фонд 1 тысяч рублей. На эти деньги жители соорудили мангальную зону, наняли садовника. Но некоторые вещи, как, например, эти деревянные скульптуры, люди сделали сами. Все эти элементы благоустройства благоприятно влияют на климат в доме. Люди начали здороваться друг с другом, люди начали общаться, дружить с семьями. Это тоже очень важно. И вот моя цель, как руководителя и старшего по дому, была именно достичь уровня советских дворов наших, в котором вырос я, мои родители. Когда все друг друга знали, все друг к другу общались, друг к другу ходили в гости. И были, как, действительно, такие родственники. Все принимаем дружное участие в благоустройстве двора. То есть, в любом случае, на субботники ходим. Просто, вне плана, просто. Любой житель идет и что-то хочет внести, какую-то лепту, чтобы было очень хорошо. Главный критерий конкурса – личное участие жильцов. Созданные своими руками берегут сильнее. Так прививается чувство хозяина. Сделать собственника самостоятельной – основная задача. Сейчас жители научились подбирать разнообразные цветы, научились подбирать саженцы, научились основам ландшафтного дизайна. Потому что мы для них проводим семинары, мы выпускаем для них специальные брошюры. Мы советуем, на каких сайтах можно посмотреть образцы благоустройства. Победителей наградят 29 июля в рамках празднования Дня меча. Денежный приз пойдет на улучшение территории. Николай Евенко, Андрей Соколов, Антенна 7.